Что? Я уже тебе давала. Что? Что еще нужно? Я просто не понимаю. Подержи минуту, ты это, вот тут тебе щетка. Подержи, пожалуйста. Блин, просто, просто хочется орать, орать хочется, плакать. Это мне сегодня докатило осознание, что я месяц без помощи с Давидом. Мне очень сложно. Я просто хочу спать. Хочу спать. Больше ничего не хочу. Только что плакала. Слила всю свою усталость. Поплакала от того, что столкнулась с осуждением, так как начала говорить вокруг людям, что я ищу няню. И столкнулась с осуждением. А вообще тебе зачем няня нужна? А как все справляются? Ужасные мерзкие люди, которые так говорят. Никогда не бывшие в такой ситуации, я бы посмотрела на них. Побудь они с особенным ребенком месяц одни. Еще при этом работая, еще при этом смотря за квартирой. Я просто, блин, плакать хочется. Просто хочу прибраться. Просто хочу прибраться, блин. Я сейчас просто одной рукой вам записываю, а второй рукой качаю Давида, потому что ему надо внимания. Он что-то кричит, он не хочет так вот лежать. Ему все надоело. На самом деле, создается впечатление, как будто бы я ною в каждом втором видео. Но на самом деле, жизнь вообще классная и прекрасная. Просто сложный период сейчас. И вопрос только в адаптации и приспособлении жизни сейчас, чтобы мне было комфортно. Два моих желания. Спать и поесть спокойно, не торопясь. И быть в чистоте. Такие у меня суперпростые желания. А еще помыться. Ну вот видите, мне просто... Стоит мне минуту отлечься. Даже не минуту, а меньше снимать видео. Я всегда показываю не только нытье, но и решение нытья. Все стало уже лучше. Я покрасила брови хной, пока Давид спал. Думаю, надо что-то сделать для себя. Вот в ванну идти это слишком, потому что нужно будет вылезать, когда Давид проснется с пеной на голове. Поэтому вот решила брови покрасить. Уже думаю, как здорово. Если что, я еще краску не смыла. Они, конечно же, станут не такие ужасно черные. Вот. А сейчас будем пробираться, потому что порядок, порядок сверху означает порядок внутри, в душе. Я разрешаю себе няню, я разрешаю тратить на свой комфорт свои заработанные деньги. И не осуждайте меня. Знаете, я правда ужасная мама. У меня даже есть целый подкаст в Телеграме о моих откровениях. Переходите. Смотрите. Да, Давид? Я еще, видать, и хозяйка не очень. Смотрите. Во-первых, я купила бодики Давиду три месяца назад. Они ужасно растянулись. Я не знаю, что это за качество. Но мне кажется, они в целом и на меня могут налезть. Это вообще что такое? Это как вообще так может растянуться бодик? Ну вы посмотрите. Я реально при должном желании я их одену на себя. И по невнимательности я чудным образом закинула свою бордовую кофту в стирации вместе с этим белым бодиком. Теперь он розовый. Я сегодня с вами по-особому честна. Я вообще даже в таком виде не представляла, что я могу перед кем-то появиться, и у меня будет самооценка не страдать. Но, да, знаете, такие времена бывают. И когда ты принимаешь, что ты плохая мама, что я злюсь иногда на ребенка, что я очень устаю и всякое такое. Слушайте в подкасте подробнее. И многие мамы, кстати, мне написали, блин, а у меня так же. И я думаю, вау, я не одна. Несмотря на эти моменты, ты очень любишь своего малыша. Ты готова сделать для него многое. И ты очень заботливо там в каких-то моментах проявляешься. Мудрые, вы знаете, что пару видео назад мы с Давидом были в больнице. И помните, как выглядела моя кожа? Это было просто жесть. И, конечно, когда мы приехали домой, я думала о том, как же мне восстановиться. К слову, я еще словила кучу хейта о том, что в больнице я думала о том, как я выгляжу. Блин, да! Потому что я женщина, и для меня это важно. Прошу прощения, ко мне присоединятся у меня со ведущей. Боже, как я радовалась, когда мне на обзор прислали одну потрясающую маску для лица, которая помогла мне восстановить мою кожу легко и быстро. Маска здорово убирает жирный плеск и очищает пор. А за счет таких уникальных ингредиентов, как шпинат и спирулина, которые помогают делать вашу кожу чище, маска безумерно вкусно пахнет. И ее очень приятно наносить. Еще интересное свойство маски, которое меня просто удивило. Я нигде такого не видела. В общем, если у вас есть такие, знаете, болючие красные прыщи с воспалением, у меня как раз-таки такие были после больницы, вы можете нанести точечно маску для того, чтобы она работала целую ночь, а утром встать и уделиться. Прыщи станут намного менее красными, и воспаление уйдет. Проверено на мне, маска круто работает в стрессовые моменты при воспалениях. Ну, а я сейчас наношу ее просто для профилактики, чтобы кожа всегда оставалась чистой и красивой. Пудры, пробуйте маску Шпинат и Спирулина от Рише. Я вам искренне рекомендую. Она действительно эффективная, и при этом цена очень приятная. Ссылка, как всегда, в описании. И от себя вставка. Я обожаю рекламировать Рише, потому что они мне присылают всяких классных штук. Вот пудра энзимная, которую присылали летом. Я до сих пор ей пользуюсь, обожаю ее. И все, я подсела. Никакой магии вне Хогвартса, поэтому... И тысячи нянек вокруг, поэтому Давид здесь. Я его развлекаю. Мы купили Дуну. У нас очень радостная новость. Это вариант как раз-таки, когда мы не можем доехать докуда-то на общественном транспорте по типу автобуса. На своей обычной суперкомфортной коляске Cybex. Приходится ехать на такси. А это значит, что нужно автокресло, точнее автолюлька. Плюс самое кайфовое, девочки, что эту коляску, Дуну, можно с собой спокойно взять, например, в генетический центр. Или в любую другую больницу. Потому что это как бы, ну, не коляска, она очень маленькая. И это позволяет мне освободить руки. И хотела именно Дуну, а не аналоги, потому что она считается максимально безопасной. Прошла всякие тесты. Взяла я ее на авито за, сколько, 13 тысяч рублей? В общем, представляете, новая она так стоит 40. У меня теперь есть чемодан на колесиках. Дуна на колесиках! И, представляете, мне не нужно все это тащить на себе, как в тот раз. Я думаю, вы помните кадр, где я с двумя огромными сумками, еще с Давидом. Это вообще была жесть. А руку почему вы поднимаете вот так вот вверх? Так удобнее лежать? Нет? Так, может, и не надо поднимать? Не надо? Нет? Нет? Расскажи, как живется? Целуют тебя достаточно часто? Нет? Хотелось бы побольше? Понятно. Понятно. Мы запишем это в книгу жала по предложению. Да? Классно. А что это такое значит? Да. Непонятно, но мы запишем. Подумайте, что еще. Может, не хватает? Да ну. Ты чего серьезно? А кормят-то хотя бы в достаточном количестве? И сейчас кто-то, конечно же, напишет, ах, вот ты развелась в 20, так сиди без помощи и страдай, что ты хотела? Ну, во-первых, в браке мне было раз тысячу тяжелее, ведь ко всему этому прибавлялись токсичные отношения. Да и в целом проводила и провожу 95% времени с Давидом. Короче, об этом решении я точно не жалею, и здесь не в этом дело. А стало мне именно тяжело, когда уехала моя мама. Ведь она брала огромную часть заботы о Давиде на себя. А еще помогала со стиркой, уборкой, готовкой. Ну, сами понимаете. И у меня было время на работу. А печально катила в тот момент, когда я поняла, что мне нужно выбрать помыться, убраться или поесть. Потому что время, когда Давид вот так вот спокойно лежит, хватает на какое-то небольшое действие. А тут я, кстати, приготовила очень вкусную запеканку без сахара. Рецепт супер простой, запоминайте. Все фрукты, которые давно у вас лежали, нарезаю, добавляю творог, яйца, чуть-чуть рисую муки, запекаем и вуаля, без сахара. И очень вкусно и полезно. Дамы, я думаю, вы знаете, что я вам часто рассказываю про банк тиньков и сама им с удовольствием пользуюсь. А сегодня хочу вас познакомить с девятовой картой тиньков Black с кэшбэком в уникальном дизайне от Лены Генч, которая позволяет зарабатывать реальные рубли. И если вы давно думали оформлять или не оформлять топовую дебетовую карту тиньков, то сейчас самое время. Ведь заказать ее можно в таком прикольном дизайне. А при заказе карты вы получите кэшбэк целых 25% на фастфуд. Ну, всем они без крышка. Фишка, которую я очень люблю. Каждый месяц выбираете 4 категории и получаете до 15% кэшбэка на каждую. А на покупки в тиньков-городе до всех 30%. Ну и, как всегда, удобство тиньков. Бесплатные переводы в любые банки и бесплатная доставка. А карту можно получить уже на следующий день. Если вы хотите выгодную карту, да еще и в уникальном дизайне от художницы Лены Генч, то успевайте заказывать по ссылке в описании. Количество карт с таким дизайном ограничено. Ссылка в описании. Смотрите, у нас тут спа-салон для сладышков. Расслабьтесь и полностью доверьтесь процессу. Мы улучшим лимфодренаж, лимфоток. И вы будете выглядеть на 5, а то и 6 лет моложе. Посмотрите на результат. Клиент выглядит молодо и свежо. Салон порекомендуете? Это высокая оценка. Спасибо. И отвечая на очень частый вопрос, я вообще в шоке, что вас это волнует. Почему же Давид постоянно голый? Все просто. Мне 20, а у нас в квартире дико холодно, и я не могу сообразить, что ребенка надо одеть. Ну а если серьезно, основа лечения Давида это частое питание. И он ест 4-5 раз на дню. И при этом всегда сильно вымазывается. И откровенно заявляю, что мне лень переодевать его и стирать эту одежду 5 раз на дню. Дома у нас в целом комфортно, поэтому, когда он спит, я его накрываю одеялком и не заморачиваюсь. Кстати, в этой ситуации, когда хотелось прям плакать и орать, и сил не было, просто было идеальным решением начать убираться, вот хотя бы понемножку, вот пока Давид дает. Потому что это реально так работает. Пространство, когда вокруг красивое, убранное, тебе прям хочется жить лучше. А там глядишь, там и реснички накрасишь, и бровки-то, в общем, подчешешь. И вот уже счастливая мать где-то там на горизонте замелькала. Ну а вообще, каждой маме нужна помощь, в этом я точно уверена. И я ведь в Телеграме своем рассуждала, думаю, блин, вот где существует такая работа, где ты 24 часа в сутки и ночью в том числе на работе, и ты не можешь пойти обедать, когда тебе хочется, да грубо говоря, сходить в уборную, блин. Мне кажется, это сравнимо только с каким-то спецназом особой подготовки, ведь даже в обычной армии у солдат, блин, есть время, когда они могут отдохнуть хоть как-то, блин. И я признаюсь, что я очень глупая женщина, которая думала, что справится, но как-то доорганизуется. В общем, не делайте так. Что такое, радость моя? Что это такое вообще? Да ладно, это все будет вкусно. Хоть оно не держит форму, но я уверена, что оно... Оно. Застынет и будет эту форму держать. А если нет, то я и так это съем. Знаете, когда попросили заснять рецепт, это всегда получалось. Ребенок, давай поближе. Подъезжай, хорошо? Будем вместе с тобой показывать. Вы прям-таки часто спрашиваете, что я ем. Но, вы знаете, я увлекалась нутрициологией, и поэтому стараюсь питаться здорово. Сахара в целом в моем рационе нет. Единственное, что я торговалась долго с собой по поводу молочки, потому что, ну, я очень ее люблю, и, ну, к сожалению, вот осталось. И я решила, это лучше, чем я буду есть сахар, потому что молочка заменяет мне роль вкусненького. И еще в моем рационе нет глютена. Так вот, вот это все баловство. Конечно же, вот это вообще абсолютное баловство без сахара и без глютена печеньки для детей. Творог я беру максимально жирный, вообще всю молочку. Там единственное, что здорово, это жиры животные. Остальное все не очень. Сыр взяла, чтобы сделать, знаете, такие шарики сырные, из творога и из сыра, рисовой муки. Добавить к чему-то сладенькому станет очень вкусно. Например, к какой-нибудь творожной запеканке, которую я вам показывала. Или добавить в суп овощной тоже станет намного вкуснее. Поэтому это усилитель вкуса. И, конечно же, огромное количество овощей. Помидоры, лук красный, перец болгарский. Я беру обычно тунец для салата с яйцами и с овощами. И очень получается сытно, вкусно. Там очень много белка. Но тунца не было. Думаю, может, с этой попробую. Мне кажется, без разницы. Главное – белковую рыбу взять. Это плюс-минус на 4 дня. Иногда, честно говоря, мне больше выходит. Получается, здесь килограмм мяса на 4 дня. И 2 килограмма овощей. В целом вот мое и питание. Макароны там всякое такое. Я не ем. А крупу, даже кину, а гречку я просто не люблю. Кстати, расскажу про мой рацион. Во время беременности я так запаривалась. Я не ела вообще год. Ну, всю беременность. Там немножко после рождения Давида. Молочку, глютен. Ничего в пластике. Никакого рафинированного масла. Никаких там продуктов галликации. Ничего коротких. В общем, я супер запаренная была. Ну, потому что я в целом считаю, что это нормально. Во время беременности. У тебя немножко голова не на месте. И в целом время и уместность позволяют. А сейчас, знаете, я считаю, что если мне капля майонеза позволит съесть вот такое количество овощей, нормально. Да, вот здесь вот есть глютен, конечно же. Но сколько здесь его, вот, панировка у меня? Пять грамм. Ничего страшного. Конечно, макароны прям я не буду есть. Ну вот. И рубрика «Не осуждаю, но обсуждаю» закончим приятными комментариями с теми, кто досмотрел до конца. Это о том, что я купила пюре Давиду, а не готовлю 80 грамм кабачка, кукурузы и тыквы сама. Так тысячу раз объяснишь, зачем, что и почему такой выбор был совершен, все равно напишу. Кстати, всегда говорю, что обычным детям пюре вообще не нужно, даже в самом начале. Мудрый, а кто скучает и долго ждет видео, переходите ко мне в телеграм, там почти каждый день с вами общаюсь. Ссылка в описании. Пока-пока.